Школа должна быть удобна для каждого. Зампред Ирина Эрмиш проверила, как в Шуе реализует государственную программу «Доступная среда». Что уже есть, а чего не хватает, оценивали на примере школы номер 7. Первое, что бросается в глаза, у парадного входа отсутствует пандус. Колясочников среди учеников сейчас нет, поясняют педагоги. Но про мало мобильных ребят не забыли. Пандус оборудован с другого входа. Всего в этом учреждении 11 учеников с ограниченными возможностями здоровья. Мы в своей школе не разграничиваем этих детей. Мы просто каждый учитель, каждый педагог, психологический подход имеет к каждому из них. Мы к каждому из этих ребеночков стоим свою программу. Но в общей массе детей, они у нас никак, мы их не выделяем, не хотим выделять, потому что это не хотят ни дети, ни их родители. Обещают, что к концу года в регионе доступной для всех учеников будет каждая пятая школа. В этой, например, кроме пандусов, всем нормам соответствуют санитарные комнаты. В классах есть оборудование для слабовидящих ребят. Осталось только нанести специальные тактильные полоски на пол для тех, у кого плохое зрение. По нашей методике мы выделяли 1,8 млн. Местный бюджет добавлял свои средства. В общей сложности на территории здесь, в этой школе, было использовано чуть более 2,5 млн. рублей. Ну вот, хватило на то, чтобы приобрести оборудование, 2 санитарные комнаты, пандус и комната психологической разгрузки. Комната психологической разгрузки не роскошь, а необходимость. Сюда школьники приходят после занятий. Играет приятная музыка, все мерцает и переливается. Можно постоять под сухим душем, посмотреть на звездное небо или искупаться в бассейне, полном шариков. Психолог рассказывает, здесь ученики расслабляются, мечтают, учатся понимать себя и свое настроение. Эта комната предназначена для всех ребятишек, которые требуют определенной коррекции. Конечно, мы здесь не только будем развивать различные каналы восприятия. У некоторых деток имеется нарушение, допустим, поведения, либо адаптации, школьная адаптация. Предназначены для детей, у которых есть невротические расстройства. Конечно же, только в легкой форме. Не каждая школа может похвастаться таким живым уголком. Кролики, рыбы, попугаи и даже игуана. В перемену в гости к своим любимцам сбегаются все ребята. Терапия через любовь к животным. Пожалуй, одна из самых эффективных. Прихожу каждый день, мне нравится гладить этих животных, нравится с ними общаться, ухаживать за ними. Эта школа готова принять в своих стенах всех шуйских ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые желают обучаться не на дому. В небольших муниципалитетах подобным образом должно быть оснащено хотя бы одно образовательное учреждение, отметила Ирина Эрмиш, чтобы на пути к знаниям ни для кого не возникало барьеров.